Весенний Кубок Спартак Юниор разыгрывается в течение трех дней. Восемь команд, каждая из которых в итоге проведет по пять матчей. Это концовка игры за третье место. Еще, говорят, утешительный финал. Мы с этой командой встречались на этом турнире второй раз. И первый раз мы не смогли победить, и нам хотелось взять реванш в этой команде. Поэтому эта радость была вдвойне. Школа Спартак Юниор в Нижнем Новгороде открылась в прошлом году. Это первый турнир, который здесь проводится. Организаторы, конечно, тоже волнуются. Для нас это первый опыт. Организация по этому турниру. Как бы определенные сложности были, но я считаю, что мы с ними успешно справились. Приобрели неоценимый опыт. И это важно и для популяризации нашей школы. Мы пригласили ребят из Ёж-Королы. Это тоже наши коллеги Спартак Юниор. Перед финалом приятный сюрприз. Конкурс футбольного мастерства. Футболисты бьют штрафные. Нужно набрать максимальное количество баллов. Победителю вручаются призы. Среди них игровая футболка Спартака. Я сам не ожидал, что это так щедро. Раздарят такие призы. Приятно очень. За решающими матчами наблюдает экс-игрок Спартака Валерий Шмаров. Во время своей карьеры вот в такие двоечки он и сам неоднократно попадал. Самый знаменитый его удар принес Спартаку очередное чемпионство в 1989-м. Никто же не верит. Когда я полгода выходил на поле за 20 минут до тренировки, высыпал сетку мячей и лупил туда с левой ноги, потому что у нас левши не было тогда в команде. Тренировал, довел практически до стоматизма и с 18 попадал. Я считаю, что это очень хороший результат. Поэтому тренируется еще как тренируется. Только упорным трудом все добивается. В финале играют две нижегородские команды «Искра» и «Фора». Путь к решающему матчу был очень непростым. Уровень конкуренции заставляет показывать свой максимум. Играют лидеры в своей возрастной группе нашего города. Я глядя на матч, очень хороший, высокий уровень. Достаточно мастеровитые ребята. Да и присутствие Валерия Шмарова становится дополнительным стимулом для игроков. Чтобы показать себя, я поэтому играл лучше, старался играть, выделяться как-то. В итоге победа «Искры» 6-0. Здесь можно говорить о правильно выбранной тактике, везении, реализации. Но есть еще один фактор. Для меня важно, чтобы команда была единая. Дружили они, чтобы действительно один за всех и все за одного были. И отвечали не только за футбол, но и за дальнейшую жизнь. Чтобы в учебе друг другу помогали. И стали хорошими людьми. Это самое главное. Турнир обещают сделать традиционным. Еще и другие возрасты добавлять. Не только 9-е и 10-е годы. Кстати, пока футболисты сражались за весенний Кубок Спартака, наши десятикратные чемпионы взяли путевку в Лигу чемпионов. Александр Быков, Николай Прохоров. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok